Электродные потенциалы могут быть измерены с помощью потенциометра. Принцип метода заключается в следующем. Батарея с постоянным напряжением, превышающим любое измеряемое, подключается к проводу с высоким электрическим сопротивлением. Исследуемая ячейка подключается к точке А, а затем через стакоизмерительный прибор к скользящему контакту D. Который можно перемещать по проводу. Положение D регулируется так, чтобы ток не проходил через прибор G. В этот момент падение потенциала вдоль AD компенсируется напряжением ячейки. Затем с помощью переключателя ячейка заменяется стандартной ячейкой с известным напряжением. Точка контакта D перенастраивается на новую точку до тех пор, пока не перестанет течь ток. Падение напряжения AD' затем будет соответствовать напряжению. Отсюда следует, что неизвестное напряжение может быть найдено по формуле. Достоинством потенциометрического подхода является то, что электродная кинетика интересующего электрохимического равновесия быстро становится очевидной. Например, рассмотрим следующие два электродных процесса. Для первой реакции экспериментальная схема с использованием каламельного электрода в качестве электрода сравнения будет выглядеть следующим образом. Отток, измеренный с помощью потенциометра, будет иметь вид. Электрохимическое равновесие быстро устанавливается на электроде из платиновой проволоки. Если скользящий контакт перемещается по обе стороны от точки баланса, то будет течь значительный ток, поскольку приложенный потенциал больше не уравновешивает потенциал исследуемой ячейки и либо гексоцианоферат-2 окисляется, либо ионы гексоцианоферата-3 восстанавливаются. В зависимости от того, в каком направлении смещается контакт. Тот факт, что при небольшом дисбалансе потенциометра протекают значительные токи как в направлении окисления, так и в направлении восстановления, показывает, что электродная кинетика является быстрой и, следовательно, на платиновой проволоке устанавливается истинное электрохимическое равновесие. Реализация второго процесса будет выглядеть следующим образом. В этом случае ток не течет ни в одной точке контакта с потенциометром. Это происходит из-за того, что кинетика электрода в этом случае очень медленная, так что на платиновой проволоке не устанавливается электрохимическое равновесие. И даже если к ячейке приложены значительные положительные или отрицательные потенциалы, тока не будет. Электродные потенциалы устанавливаются только тогда, когда на электроде действительно установлена электрохимическое равновесие. А для этого требуется быстрая кинетика электрода. Со следующей лекции мы начнем рассматривать модель, с помощью которой можно интерпретировать кинетику электродов. А затем разберемся, почему некоторые электродные процессы протекают быстро, а некоторые медленно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok